Если рассматривать отношения между Россией и Азербайджаном через нефтяную призму, какие проекты вам кажутся наиболее интересны в этой отрасли? Ситуация в нефтяной сфере Азербайджана не такая простая. То есть действительно долгое время Азербайджан даже на пространстве СССР считался такой нефтяной кладовой. И то, откуда мы все брали, поставляли на внутренний рынок и спортировали. Но сейчас ситуация такова, что перспективы добычи нефти будет сокращаться. Причем сокращаться достаточно серьезно. И уже сейчас Азербайджан переориентируется на газовый сектор, прежде всего в рамках проекта Шах-Денис. Поэтому, конечно же, говоря о нефтяной сфере, нужно говорить, что какого-то существенного потенциала расширения просто нет из-за того, что нет возможности добычи. Наиболее интересное, на мой взгляд, это технологическое сотрудничество, в частности технологическое сотрудничество в плане увеличения извлечения нефти. Потому что, если сравнивать с мировыми аналогами, на сегодняшний день наша нефтянка, азербайджанская нефтянка, не доходит до вот этого коэффициента извлечения, как есть на Западе. А перспективы для этого есть. И главное, действительно, на фоне достаточно солидных месторождений, которые уже с высокой степенью исчерпанности есть, как в Азербайджане, так и в России, в этом направлении надо работать. И определенная работа ведется, на мой взгляд, достаточно, скажем так, вялая. То есть тут надо куда более глубже в этом направлении идти. Из интересного я, в общем-то, знакомился с некоторыми работами, которые вызваны, например, использованием биотехнологий для повышения коэффициента извлечения нефти, которые сейчас в Азербайджане в экспериментальном порядке пробуют применять. На мой взгляд, это действительно перспективно. Если это получится, почему бы и на научной сфере, и на уровне компании нам не поработать с азербайджанской стороной. То есть, ну, опять же, основной акцент, я думаю, здесь, конечно, следует делать на газ и на взаимоотношения в плане шахты низа, в плане того, как пойдет газ, какими маршрутами оттуда. А здесь уже глобальная политическая карта. Это уже и вопросы Набука, и ТАПИ, вот все те новые проекты, о которых в последнее время говорили, в частности, в Турции. То есть, наконец, вот для вот этого южного коридора в лице Азербайджана появляется источник газа. Как это пойдет, вот это, наверное, наиболее интересное, о чем следует говорить с Азербайджаном. Визит Сечина в Баку и последующий за ним визит Владимира Путина же как-то повлиял на развитие отношений в этой сфере? На сегодняшний день я бы не сказал, что там какие-то произошли кардинальные перемены в рамках проектов, но я думаю, что вот эти визиты, они добавят взаимопонимания. Потому что, особенно, когда мы говорим о геополитике, очень долгое время у нас такие страны, как Азербайджан, Туркменистан, они в энергетическом плане противопоставлялись России. То есть для Запада это были, да, альтернативы России. Но в то же время мы живем в одном регионе, тот же Каспийское море, у него определенные есть игроки, которые, в общем-то, должны решать статус Каспийского моря. И там, естественно, проекты этих транскаспийских газопроводов и так далее. И тут мы просто обречены на то, чтобы работать вместе. И вот эти визиты на высшем уровне, на мой взгляд, они должны несколько снять напряженность и улучшить взаимопонимание. Продолжение следует...